Добрый день дорогие друзья! Приветствуем всех неравнодушных к истории Израиля и судьбе еврейского народа. Если вам интересны выпуски наших передач, ставьте лайки под этим роликом и пишите свои комментарии. Это очень важно для нас. В этой передаче мы, пожалуй, последний раз коснемся страшного для России периода революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны. Напомню, предыдущую передачу мы закончили на том, что на следующий день после Октябрьского переворота 1917 года большевики сформировали свое первое правительство, куда вошел всего один еврей это был Лев Давидович Троцкий. Лев Троцкий – один из главных вождей партии большевиков. Его настоящее имя – Лев Бронштейн. Именно он является создателем Красной Армии и ее главнокомандующим. И был настолько талантливым руководителем, что именно ему советская власть обязана своей победой в гражданской войне. Во время гражданской войны белогвардейские войска уничтожили на Украине более 70 тысяч евреев. Антисемитские настроения солдат подогревались их руководителем Симоном Петлюрой, который постоянно напоминал, что большевистскими армиями руководит еврейский Троцкий. Но когда главный московский раввин Мазе обратился к Троцкому как к еврею с просьбой использовать Красную Армию для прекращения погромов, Троцкий отказал ему в этом. Вы ошибаетесь. Был типичный ответ Троцкого, когда упоминалось его еврейское происхождение. Я социал-демократ. Это все. Интернационализм составлял основу коммунистической идеи. Там не было русских, поляков, украинцев, евреев. Там были только социал-демократы. Поэтому Сталин не был грузином, Дзержинский не был поляком и Троцкий не был евреем. В конце своей встречи с Троцким раввин Мазе сказал, Троцкие сделали революцию, а бронштейны расплачиваются. Евреи, конечно, дорого заплатили за то, что их народ в массовом сознании людей связывался с коммунизмом. Но антисемиты не смогут опровергнуть тот факт, что еврейский коммунизм столь же враждебен и их интересам, как и антисемитизм. Карл Маркс, основатель теории коммунизма, родился в еврейской семье в 1818 году. Его первая важная работа к еврейскому вопросу полна прямо-таки нацистской ненависти к евреям и иудаизму. Какой мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога. Гитлер позже признавался, что его антисемитские идеи выработались под влиянием знакомства с этим трудом. Маркс задавал тон для многих позднейших еврейских коммунистов своей враждебностью к верующим евреям и иудаизму. Хотя антиеврейство Троцкого никогда не достигало уровня антисемитизма Маркса, Троцкий активно противостоял еврейским интересам. За годы его власти в России подавляющее число синагог было закрыто. Изучение еврея запрещено. Русское сионистское движение, насчитывающее тогда 300 тысяч членов, разогнано. Его лидеры созданы в лагеря, из которых немногие вернулись живыми. Уинстон Черчилль написал о Троцком. Он оставался евреем. Ничто не могло это изменить. Большое несчастье. Когда покидаешь семью, отказываешься от национальности, плюешь на религию отцов. Платишь такую высокую цену, чтобы потерпеть поражение по столь мелкой причине. Годы спустя Сталин, опасаясь невиданной популярности Троцкого, выслал его в Мексику. До сегодня Троцкого считают крупнейшим интеллектуалом среди большевистских лидеров. Однако в его трудах по еврейскому вопросу не встретишь умных мыслей. В 1904 году Троцкий высмеивает сионизм, возвращение евреев на Сион в Израиль. Он предсказывает скорое исчезновение этому движению и упрямо считает, что спасение евреев связано с ликвидацией капитализма. Троцкий был слишком прагматичным коммунистом. Через месяц после этого пророчества Троцкий был убит в своем мексиканском доме убийцей подосланным Сталином. А евреи все-таки вырвались из большевистской России, чтобы возвратиться на свою землю, данную им Богом навсегда, и построить справедливое общество там. Когда Ленин, Троцкий и их товарищи создали Советский Союз, еврею достоились полного равноправия в личном плане. В национальном и культурном плане они были обречены на ассимиляцию и исчезновение. Ленин отсек русское еврейство от мирового и объявил сионистское движение вне закона. Тысячи сионистов были высланы в Сибирь как контрреволюционеры. Тогда и возникло выражение «узник Сиона». Лишь немногим сионистам удалось уехать из России в Палестину. Для евреев Палестины начиналась новая эра. Из Англии только что приехал Гербет Самуэль, ставший первым верховным комиссаром. Евреи не могли мечтать о лучшем выборе. Верховный комиссар был не только евреем, но и сионистом, поддерживавшим идею еврейского возрождения в Палестине. Евреи Палестины, которые только вчера были гражданами второго сорта, притесняемыми турками, презираемыми арабами, распрямили спину. В воздухе витал дух мессианства, когда они приветствовали Герберта Самуэля. Страсти накалились еще больше, когда Эдвин, сын верховного комиссара, женился на Хадасе, уроженке Палестины, устроив традиционную еврейскую свадьбу. Моя свадьба, состоявшаяся 6 декабря 1920 года, была первым официальным приемом, и мой отец пригласил людей со всех концов земли. Поскольку я был сыном верховного комиссара, разные районные комиссары решили, что их делегации из разных частей Палестины должны привезти подарки. Большая часть подарков была чеканка. Но районного комиссара Бьершевы осенила блестящая мысль сделать меня почетным шейхом бьершевских племен. Таким образом, сразу после хупы на меня набросилась группа арабов. Я не понимал, что происходит. Меня одели и приготовили агал, и кафию, и абая, и особый меч, привезенный из Дамаска. Это было настоящим представлением. Впоследствии это причинило мне массу хлопот, так как они ожидали, что я буду им покровительствовать. Но все же это было приятно. А это фотография для протокола. Но я не был вторым Лоренцом. В начале 1920-х годов Палестина в основном была пустынной и бесплодной. Ее рассеянное население насчитывало всего несколько сот тысяч. Большинство арабов жили в горных районах. Прибрежные равнины и долины были заброшены. Израильская долина, самая большая из всех, была почти сплошным болотом. Тишащим малярийными комарами. Первые поселенцы считали возрождение Израильской долины величайшим делом сионизма. Одна группа поселилась в пустынной местности Маалул. Арабы называли это место болотом смерти, а единственный источник воды там – отравленным ручьем. Евреи стали рыть дренажные канавы и прокладывать трубы. И вот болота высохли, малярия исчезла, и там был основан Маашав на Халалу. Пионеры сионистского движения верили, что новое общество должно быть совершенным, свободным от пороков капиталистического мира. Они строили идеальное общество без бедных и богатых, где все смогут прокормиться плодами труда своего. Поселенцы считали физическую работу наивысшей жизненной ценностью. Как социалисты они и мысли не допускали о том, что их национальный очаг превратится в колониальное общество землевладельцев, эксплуатирующих труд местного населения. Я расскажу вам, как это происходило. Прежде всего, протест против всего, что было вчера. Мы хотели чего-то совершенно нового. Строить все своими руками. Все делать самим. Да и потом мы все выросли в городах, больших и малых, но нам это было неважно. Мы искали правду не в городе, а в полях, в работе. Там была правда. Первые поселенцы были очень молоды, большинству не было и двадцати. Их молодой задор помог им превратить многотонный изнурительный физический труд в одухотворенную цель их жизни. Изнурительная работа. Мы не привыкли работать так тяжело. Но все наши силы, весь наш энтузиазм был направлен на осуществление нашего идеала. Вечера были необычайными. Мы проводили вечера за чтением книг. Мы читали очень много. Философию, немного политической литературы. Психоанализ, русскую литературу. Достоевского, Горького, Толстого. Случалось, мы вспоминали прошлое. Рассказывая, как относились к жизни, человечеству, вечности. Были минуты слез и смеха. Сплески чувств, скрашивающие серую повседневную жизнь. Это был некий духовный мир. Когда была такая историческая возможность, к сожалению, сейчас мы уже должны говорить именно так. Когда была такая историческая возможность, мы организовывали поездки для верующих евангельских церквей России в Израиль. Целью этих путешествий было показать нашим христианам реальный Израиль. Рассеять все мифы о нем хорошие и не очень. Мы считали это чрезвычайной важной задачей. Ну, прямо миссией. Потому что будущее церкви, согласно Библии, обязательно связано с Израилем. И в наше конечное призвание, город Иерусалим, мы с вами войдем воротами, на которых будут написаны имена еврейской семьи, сыновей Якова, Рубим, Симеон, Иуда, Иссахар и так далее. В этой любимой стране мы старались посетить места, куда обычно не ступает нога традиционного туриста. Одним из наших интереснейших впечатлений было провести ночь в Кибуце. Ох, какое это было особенное место! Мы приезжали в Кибуц вечером и нас расселяли по домикам. В этом домике было все, что нужно для жизни путешественника. Удобная кровать, душ, кондиционер и, конечно, электрический чайник с чайными пакетиками. В одной из таких поездок с нами был пастор из Белгорода, Борис Кохан. Когда Борис Владимирович с женой поселился в таком домике, он сказал мне, Бог нас здесь ждал. Потом мы шли на ужин в большую светлую столовую, где еду нам раздавали члены Кибуца. Мы садились за столы, а рядом с нами ужинали Кибуцники. Можно было с ними познакомиться, немного поговорить. Казалось бы, что тут особенного? Подумаешь, ужин в столовой. Да и дата там была скромная. Не то, что ужин в ресторане-гостинице. Но, дорогие друзья, уверяю вас, это был уникальный опыт для участников нашей христианской группы. Вы, наверное, никогда не были внутри сообщества людей, которые реально живут одной большой семьей. Мы только читали об этом в книге Деяний о жизни первых христианских общин. Там так и написано, и все у них было общее. Ну, прямо как в Кибуце. Общее имущество, территория проживания, труд на благообществу, но главное – общие идеалы. Зарплату Кибуцники не получают, а просто приходят в магазин и берут, что им нужно. Если же нужно съездить куда, то в Кибуце имеется свой парк машин. Пришел в общественный гараж, взял автомобиль и поехал, куда тебе надо. Детей обучают на территории Кибуца. Но если ребенок проявил какие-то особенные способности, ну, например, петь и рисовать, то ему будут привозить учителей или возить ребенка на обучение за пределы поселения. Настоящий коммунизм. От каждого по способностям к каждому по потребностям. Карл Маркс, основоположник коммунизма, был бы крайне удивлен, если бы узнал, что его теория и коммунистические принципы таки сработали. Но только в одной стране и только в Кибуце. Равенство здесь главное. Все живут примерно в одинаковых условиях, в небольших домиках, питаются вместе в столовой. Вещи стираются в прачечной. Там их не только аккуратно постирают, но и погладят, пришьют оторвавшиеся пуговицы и зашьют все дырочки. Работы у кибуцников много. В полях, на животноводческой ферме, в столовой нужно готовить еду и убирать посуду. В веслях, в детском садике. А чтобы никому не было обидно, через определенный период люди меняются своими обязанностями. Раньше еще менялись и домами, время от времени переезжая в дом своего соседа. Так поддерживался принцип равенства. Поначалу дети не жили с родителями, оставаясь на всю неделю в детском саду. Только в субботу на шаббат они приходили домой. Но дети в Израиле, и особенно в кибуце, это народное достояние и национальное богатство. Самое главное любимое, что есть в этой стране. Поэтому любая женщина, как только заканчивала свою основную работу, бежала в ясли и в детсад, чтобы побыть не только со своим ребенком, но и уделить внимание и любовь всем кибуцим детишкам. Потому что дети здесь общие и всеми любимые. И директор, и уборщица имеют одинаковую зарплату, но на руки ее не получают. Все деньги уходят в кассу кибуца. Раньше кибуцы занимались только сельским хозяйством. А сейчас они налаживают и промышленное производство. Мы посетили один из производственных цехов. Там изготовлялись задвижки на газовое оборудование. Работа непростая. Люди трудились очень сосредоточенно. Но при этом в коллективе царила доброжелательная, приветливая атмосфера. Среди рабочих мы увидели старенькую бабушку. Ей было 96 лет. Она так обрадовалась, увидев нашу группу. Лет 60 назад она приехала из Польши. Поэтому понимала немного по-русски и с удовольствием с нами разговаривала. У этой бабушки была ухоженная внешность. Красивая одежда, волосы выкрашенных мной, на руках маникюр. Было заметно, что ее любили и ухаживали за ней. Она сидела и пыталась собирать какие-то элементы задвижек. Руки плохо двигались и пальцы не слушались. Мы спросили у людей, работающих рядом. «Чего бабулю мучаете? Пусть дома сидит». На что нам ответили. «Не хочет бабушка сидеть дома одна. Хочет быть рядом с людьми. Вот, говорят, мы ее терпим, помогаем. Все равно за ней приходится все переделывать. А ей радость быть с нами». Вот такое отношение к людям. Эти кибуцы накормили весь Израиль и вывели его сельское хозяйство на передовые мировые позиции. По статистике, один человек кибуцы кормит 95 своих соотечественников. До 1967 года во время обстрелов здесь работали по ночам и урожая убирали, когда сирийцы и ливанцы выпускали по ним множество снарядов. Но это не сломило кибуцников. 19 лет они прожили в бомбоубежищах с 1948 по 1967 год до шестидневной войны. Целое поколение израильтян выросло под землей. Но говорят, что самый верный товарищ и надежный солдат в израильской армии – это кибуцын. Мы продолжим путешествие по истории Израиля в следующей передаче. Следите за нашими выпусками и ставьте лайки под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!